вот я тут один насколько неудобно номер 139 вопросы события дня задавайте вопросы 28 апреля 2016 года за вчерашний день ну как всегда эпиграф посчитайте и далее сами заходите на наш форум я не бываю ни в контакте нигде поэтому мне вопросы перекидывает далеко не все и на раз накапливается несколько сот вопросов а модератор не успевает перекинуть я даже про них не знаю я не бываю нигде кроме на этих своих ресурсов вы кратко содержание дать просьба чтобы потрудились посмотрите читайте какое ваше участие будет прослушать на какой минуте вот такое дело ну и на нашем сайте вот уже перевести вот в эти позиции на сайте не на форуме ну вот занятия идут как раз сегодня пятница страстная неделя это кто-то мне пишет мир вам игнатий тихонович благодарю стихи хорошие считаю их и видится как рассказ об определенном отрезке вашей жизни плохо на ли хорош невозможно конечно все понять это с мирской точки рассуждения а ведь я думаю весь этот ад для вас был не в наказание а был ради вашего будущее именно будущее в роли христова благовестника я стихотворение вынес 80 кажется чем-то стихотворение когда второй раз посадили из тюрьмы это тюремные стихи они очень прочувственные такие ну их когда-то аудио начитывались реверации сейчас это все это потеряно я каждый день слушаю как вы мне считаете священное писание сначала ветхий завет затем мы считаем с вами псалтырь я сам с вами синхронно считая святую библию я библию насчитал в аудио потом было изъято порчено и когда я вернулся заново насчитал теперь уже не на пленке на компьютер можете зарядить библию и найдете там новый завет столкование блаженного фифилакта болгарска приходится исследовать самому он не не нашел видимо кто это у нас тоже он насчитан есть подробно еще добавками пояснениями отдельно попросили насчитать матфея по блаженному фифилакту и откровения полностью откровения это около 100 роликов только откровения больших зарядить как-то надо и тут поиска делается на нашем видеоканале знаете часто рассуждая как у господа все вымерено ведь я долго искал ответы на свои вопросы вдруг господь дает мне возможность услышать вас хотя бы от меня тысячи километров и важно то что услышал вас понимаешь вот тут какой-то знак услышал вас понимаешь это запятая должна быть насколько вы для меня родной человек и как страшно вас потерять благодарю господа за всякое время что дал возможность встретиться с вами и через вас господь развернул все мое понимание и познание жизни на все 180 градусов за что я безмерно благодарен ему и вам без ребят вам наверное сейчас немного некомфортно да и друзей кошек ваших увезли тоже но одна у меня рыжая осталась я думаю скоро и вы поедете потерявку всем низкий поклон спаси и сохрани вас всех господь эти как заботятся люди ну не все такие которые там псевдо православные псевдо там нет и смотришь люди бога не знают а их куда-то принимает особенно миссионерский отдел они как бесноватые делаются что попало городят злобятся хамят каких-то из себя строят пророков или кого-то что-то будущее знает а ничего нету система все сожрала погубила остается только жестокость мрачность нечеловеческая поэтому если желаете быть у бога помощниками тем более миссию выполнять какую молиться надо молиться и смиряться толкует о смирении а у самих гордыни места больше чем у дьявола прямо в органе такие слова и ругань всякую гонит страстная неделя не удерживает ничего напускает мне сегодня не могу никак удалить даже с моего мира матерками прямо матершинные пишут площадью броню смотришь а у них ничего нету нету евгений вдовин дорогой игнатий тихонович премного благодарен за труды ваши в господи хотя мне еще трудно дается понимание вот и приходится только слушать и внимать бывшая греховная жизнь дает о себе знать но слава господу за вас потому что через ваши труды воссиял свет христов моей жизни хотелось бы приехать к вам на крещение если конечно будет позволено так как я ходил протестантом и был крещен в кавычках там правда слышал что и у нас в области есть батюшки которая погружает буду искать если нет буду проситься к вам низкий вам поклон всем братьям во христе от которых я здесь фамилия оставляю думаю более-менее крепкие люди потому что недруги они тактику взяли такой находить людей всякие пакости говорить отвратить отвратить ну чисто бесовская работа не приблизить бога отвратить от бога они не от меня их отвращают они взамен ничего не дают им чтобы это было понятно поясняю вот как я вел занятия в разных университетах у меня была очень и очень большая аудитория думаю что ни у кого даже в стране такое не было одновременно вел занятия в нескольких университетах выходим городке и в новосибирске в пяти университетах во всех техникумах где десятка два школ регулярно притом регулярно здесь и в новосибирске это в барнауле здесь вот во всех отделах милиции то 5 отделов городских городское а то же шестое краевое и за мной они приезжают и несколько лет я вел у них встречи отвечая на вопросы по заказным темам допустим экстремизм вот тут-то бы разобрались с кем это ни один день я живу жизнь здесь всю живу то и те которые издалека там с америки они ничего этого не знает и не видит на глазах людей сколько бы я не крутился но бы разоблачили что они такой но этого нет нигде нету тем более прокуратура тем более я судим был меня судили ничего этого не найдено исследовали до бабушкиного колена все везде узнали ничего за мной этого нету что городят вот эти миссионерские отделы я их знаешь так как дыра в преисподнюю там что-то такое есть потому что это подмена христа каким-то отделом мирским можно какие-то отделы делать огородищество заниматься садоводство даже военное искусство но на месте нельзя научить нельзя вот нигде в мире нет литературных институтов как в россии институт горького написать или нельзя научиться писать стихи нельзя научиться ты укропать что-то будешь а ничего нет у тебя ни внутреннего проникновения ни слезы это не вызовет на песню не ляжет есть он талант или нет его таланта воспоминания такая книга из исаковского михаила почитайте как к нему это приходило так он не вершин он не туда употребил он талант есть талант вот одержимый демонами был высоцкий владимир но у него талант его сразу видно где-то а в миссионерском отделе здесь только дух святой и только подвое может быть больше рядом где-то работать а не так что у них отделом разнаряжает получает деньги это это не смешно это печально вид ангела света принимает сатана жестоковы и непокоривая с первой встречи тарается кого-то обращать кого-то обратишь у меня есть опыт опыт не два дня 53 года я работаю в тюрьме много лет 17 лет подряд в тюрьме меня там принимают как никого не принимают так потому что они знают я каторжник зэк какое их отношение ко мне выступаю них по рации иду по камерам даже с приговоренными к смертной казни и туда имел доступ 17 лет ну и сколько обратилась ни одного ни одного я не боюсь это говорить почему не готовая а освещение полупьяный пришел мне говорят так он не трезвый приходил четыреста семьдесят каждый человек за раз покрестил вообще на мало причастил причастил в лагерь пришел более 400 человек за раз не знаю никого но это уже не просто фиксия обман сущий обман никого нигде нету вот у меня никто не обратился на каждый год благодарность от начальства гуин что нет ни захвата заложников умягченное нраво а 3700 преступников так и здесь вот поэтому разрешено человеку приехать вот евгений вдове на вас обязательно навалятся эти люди если сатана их туда кинет на вас но я вас тоже знаю я вам выкинул маршрутку можем приехать будет александр глифанов но открыто говорю вас обязательно не даже найти эти недруги мир вам игнатий тихонович благодарю за очередное глубокое стихотворение проповедь каждая строка заставляет задуматься и применить это к себе своим мыслям словам и делам спаси христос у меня стихи на сайте 4 книги полностью готовая по 800 страниц каждый том 4 тома 3467 стихотворения по 9 куплетов то есть огромный огромный материал у меня есть юлия мир вам и благодать от христа распятого игнатий тихонович дорогой и любимый человек приветствую вас из греции надежду никиту владимира четыре воспитательных вознесла молитвы за вас в греческом храме чтобы никакой человек демоны не тронули вас да благословит и укрепит вас сам бог егова чудесную юрий соболев и все же бытует и бытует православной среде предания басни как называет их апостол и некоторые святые отцы ну как златоузгод бредни пьяных старух эти басни похожи на детские впечатления мифотворчество мне один монах сказал я увидел сон меня батюшка научил старцы говорит видение было и так далее тому подобное вспоминаю ваши разборы отца амросия юрасова смеха по на рама может специально так сделал или панорама хотел сказать я говорю что мюнхаузен в рясе когда человек ну говорит совершенно басни вот у юрасова прочитал хороший человек юрасов а наш земляк у меня он не один раз приезжал я не конкретно про него говорю то чтобы в обиду то это не было и вот люди сейчас курят курят многие уже курят и он это приспосабливает к новому потопу раз курят огонь во рту а бог говорит сожжет землю сгорит земля на ней и дальше он говорит а перед потопом люди ходили с кувшинщиками воды всем говорили попей воды попей воды аналогия так ну где ты это нашел отец этого нигде нету нигде потому что осталось 8 человек которые если бы видели знали ни преданий никакого нету вот на ходу придумывают ходили с кувшинщиками предлагали до этого нигде нет русских было там они готовили какой напиток зимой там согреться вы не продают там где там крещит а то ходили с кувшинщиками да и таких басней конца края нету считая пережитым тем же вурмбрандтом задаешься вопросом где же евангельское исполнение христианства у нас в этих бесконечных баснях или в реальности пути христова ответ видится очевидным но и у протестантов есть свои басни отличные по духу и характер от православных но есть нужно же не знаю как только видимо милостью божией твердо встать в евангельскую веру зашорив свой взор с одной стороны священным писанием с другой трудами святых отцов посредине чтобы была молитва впереди христос вот именно так и надо кто не знает что такое шоры это у лошади с глаз на уздечку такие как бы стоящие картонки но из кожи чтобы никуда глазами не мог видеть только вперед чтобы не пугался что по сторонам он и не видит этого а то мимо проходит того конь то шарахнется так я сегодня написал памятку в потеряевку вот виталий калиников поговорили с ним сутки не прошли из омска он уже потеряевки я ему разрешил но только сегодня если не выйдешь сегодня в нашу переписка снята вот пожалуйста зазомбировал его как эти недруги скажут а он учился когда-то в семинарии вот и теперь если какие-то репортажи будут из потеряевки вы его там увидите и он уже видите как у людей говорят что мягко стелит до жестко спать то есть обещает а ничего нет у нас на оборот мы жестко стелим но мягко спать вот он сходит на станции корчено я сказал идти вперед по шпалам 20 километров за четыре часа дойдешь молодой парень у суворова с полной выкладкой по 70 километров проходили в день как говорит воспоминания там о нем ездит а ну и вот а дальше ну жестко ему постели жестко еще тебе тут не будет за свой счет там и проще питаться работать и за свой счет пока лагерь не откроется а теперь теперь он слазит корчено уже машина послана вот мягко как его встретили привезли оттуда уже сообщает на дальше я даю памятку им вот памятка чтобы они не забыли сегодня послал первое приезжающие потеряевку все ставятся на учет и все их данные паспортно записывается журнал или на барабаш сделали это кто приехал нам приехал епископ и епископа точно также по паспорту записали приезжает замглавы администрации краевой краевой алтайского края пожалуйста глава администрации района пожалуйста вперед запишитесь и кто за этого сосудит это такой у нас порядок если нужна рабочая обувь то она есть на чердаке скворечникой в малом складе на полках а ему сказали взять свою обувь а теперь пожалуйста может выбрать ему об этом не было говорил это жестко ему сразу условия поставили он согласился ну а теперь его разбавляется дальше если земля сверху сухая черенки ветлы трудно забить то лучше ломиком проделать отверстие земле и туда вставлять и притаптывать еще лучше сначала пролить проделанное отверстие воды то есть нам нужно укреплять дамбы все смотрите всегда в своей странице мой мир куда даю вам сообщение снимать все громко давать пояснение не шептать себе поднос на каждое богослужение от лагеря должен быть в храме хотя бы один человек а почему ну у нас такое правило хотя бы один человек может даже с опозданием мало ли что там заделся у нас не положено опаздывать и раньше уходить но так как мы не тамошние и приехали люди в командировку то есть срочно нужно что-то сделать но все равно один должен быть а откуда такое правило ну я могу даже сказать откуда это правило вот открываем поисковик тимофея х это он его тут составил мирос вот сейчас я заряжу это и увидим где написано что-то тут не ладно записал ну конечно ошибка ошибка в буквы кто побыл бы тут смотрел за мной а я еще один вот так вот судей 523 что тут написано так это у нас 23 вот судей 523 прокляните мирос говорит ангел господин прокляните прокляните жители его за то что не пришли на помощь господу на помощь господу с храбрыми они проверили битва окончилась но есть люди которые хотели отсидеть она еще и стороне победа будет вот когда путь был патриарх алексей второй ждал ждал если советская власть значит он опять за советскую власть и ждал пока гкчп не было свернута а там то у них это заранее все это сценарий этот был не то что там заблокировали горбачева я просто говорю а это никто не пришли и они уже все зачехлили пушки идти домой и вдруг проверили ни одного человека из города мироза не было все объявляется война все жители до одного были истреблены вот такую выжидательную тактику ветхий завет не принимал определенно да или нет если да да нет значит нет по слову боже а то не знаю да да не нет считает то есть запрещена клятва но твердость в слове своем укрепляется ну и вот дальше так шестое где на расчищенном бульдозером участке он даже васильев появляется отростки клёна то раскопать и вырубить с корнем все участок вернулись трудом не давать ему выйти из земли пользования вектору привести хотя бы с полсотни березок и хорошо загородить подходы на дамбы на костровом пруду и на лагерном пройти по деревне ко всем у кого есть для нас помидоры саженцы и иное выпросить на обеих голубятнях навести порядок очистить и в гнездах положить отработки от сена наладить ловлю рыбы вот 10 сегодня маленьких поручений им дал сделают сделают в этом я не мало не сомневаюсь сказано сказано сделано будет теперь я вот сейчас перехожу перехожу наша страница вот она мой мир вот сюда заходите у меня две на другой я там с голубем стою но это контрольная там держат модераторы а это здесь заходите все что на видеоканале переносится сюда вот сейчас у нас тут восемнадцать тысяч девятьсот шестнадцать фотографий и видео три тысячи сто двадцать три это не полная но три тысячи это тоже что то значит и вот теперь посмотрим что у нас здесь есть в этом на нашем форуме наш форум здесь сейчас мы посмотрим откроем его что не открываются но нету почему нет непонятно вот так вот один сижу и видите как у меня получается вот никита ответил никита не знаю что еще прямо сейчас я здесь занимался и ответ пришел что сообщение принято и прочитано молодцы хлопцы вот открылась это наш видит этот форум что пишет Валерия Розенберг администратора в группе упископа Лонгина не знаю первый раз вижу это модератор отсылает вчера я ролик составил они попросили Игнатий добрый день спасибо господи вы очень вовремя мы также думаем о том как ему Лонгину помочь примечание епископу Лонгину сейчас уезжаю вечером буду на связи видео ваше ему передам примечание епископу Лонгину и подумаем что можем сделать как помочь будем размещать в группе информации видео и вопросы то есть меня спрашивает их на них насела ювенальная юстица форпост форпост фильмы поставлены про него епископ ну и я не знаю почему на меня вышли и попросили дать совет потому что у меня есть опыт я 44 года начальник детского лагеря как основатель его и на нас сильные нападки были точно так же тогда только ювенальная юстица называлась по другими именами а у них есть ювенальная и я даю совет но если кто пожелает это вот узнать о чем речь то идет вот посмотрите я сейчас зайду на наш видеоканал вот он наш видеоканал а вот он где я показываю видно нет украина форпост епископу лонгину и братья на защиту вот сколько сейчас я сейчас скажу 16 часов назад 245 посещений для нашего видеоканала это хорошо еще суток нету и я по заказу этот ролик сделал по заказу ну не все плохо то относятся к тому что мы говорим то потому что разные люди то есть дополнение это она же пишет вот это Валерия Розенберг Игнатий спаси господи я обязательно передам ваше видео владыке он мой кум видимо крестили детей очень обеспокоенный происходящим когда я увидел это ужасное видео про него про него поставил там какое-то видео там 24 или какое на Украине у меня все перевернулось в груди скоро буду выезжать к ним будем снимать видео где будут говорить дети сам владыков братья монастыря очень благодарна вам за то что вы неравнодушны за то что хотите помочь и поделиться опытом она поняла о чем за счет хотя и не смотрела сейчас еще успею просмотреть ваше видео потом уезжаю вернусь вечером будем размещать информацию в группе монастыря поместим видео снятое украинским телеканалом ваше видео будем просить у людей добрых советов ситуация намного глубже чем кажется я вечером вам опишу видите как подробно пишут а которые местные тут ну местные там не так относятся к нам не то что там советы искать а прямо уничтожить уничтожить хотят вот они увидели хорошее отношение у нас с митрополитом сергием иваником от московской патриархии местной на него напали на него вообще ошалели он говорит по телефону говорим он говорит что за люди такие вот такое впечатление что они вас убить хотят я говорю ну киллеры киллеры патриархийные а что я могу сделать вот вот сейчас они долбите еще будет долбить за то что я хорошо и митрополите патриархийным сказал а они на него ну явно дело что неправильно же делают любой же пройдет время и они будут умирать эти люди то ну как умирать то эти дела то надо просить прощения или как ну на меня нападаете ну что ну напали на меня сказали оболгали поместили где-то у меня работа идет работа каждый день новые люди приходят вот помощники идут проверяем их вот две женщины сразу мы хотим вам помочь в лагере то другое вот мы православные там ну все они узнали о нас из Алматы разрешите приехать я разрешу вам приехать если минимум от двух священников будет характеристика вам где вас знают все заглохли никого нету не могут у нас правила такие как им ну ваши патриархийные священники то не я не прошу чтобы пошли в греческую церковь вот так у нас особое правило есть это наше правило наш дресс-код ну что тут злиться то у вас по всякому можно в галстуках бритые как осипов у нас это не положено в галстуке он даже не появится здесь бритые он будет у порога стоять соглашенными выйдет хотя бы он был хороший человек и дальше все началось с того что он Лонгин открыто выступил с речью против войны у нас на востоке знаю призывал матерей не отпускать сыновей на войну я найду это видео да я видел после Порошенко встречался с Варфоломеем слышала что он масон не знаю так ли ситуация в Украине такая что нас уничтожают со всех сторон на востоке война на детях в три тура утилизировали запрещенные во всем мире вакцину добрались до церкви не буду писать долго уверена что в интернете есть масса информации об этом просто я спешу ему нужна наша помощь спасибо я посмотрю ваше видео владыке Лонгину передам ваш скайп скайп обязательно передать и наши ресурсы мы давно его знаем и всегда за него молимся но я дал совет необычный чтобы монахи пошли на проповедь оставили там как при обозе раньше было не все же на войну некоторые обоз охраняли сестер милосердия детей не отдавать бороться за них а братьям идти на проповедь благовестия о христе ну и о своих делах рассказывать у вас будет приобретение живое есть тем более у них знающий румынский язык идти в румынию я вам вчера все там сказал конкретно выполнить заповеди вам не надо с этими ребятишками то сидеть вы здоровые мужчины строить ничего не надо видите как вот хлынул в один день могут все отнять осеянное вечное как говорил Николай Алексеевич Некрасов сейте разумное доброе вечное сейте спасибо вам скажет сердечное русский народ а у нас прямое повеление идите по всему миру ну этот ролик посмотрите который я показал вот Антоний Жар Антоний Жар я его не знаю спасибо вам огромное обязательно передам ваше видео владыке Лонгину ну и о нем призываю вас быть едиными и не отправлять своих детей на смерть наша православная вера не позволяет нам убивать друг друга они хотят гибели наших людей живущих в мире и с богом ради своих политических интересов ради тех кто защищает их бизнес и руководящие должности епископ Лонгин Жар я скажу что он поставил себя на очень тут на вихратуре так скажем ну кто здесь из русских епископов выступил и сказал не посылайте своих детей на Донбасс и проще убивают их там а теперь которые там были которые с Украины их Украина не принимает и Россия не дает гражданство так или не так люди то тоже живые я с первого дня говорил не надо этого делать земли чужие отнимать это вредно за это на это никто не согласится об этом Лукашенко говорил вот ну молимся отец молимся в ролике я все показал Юрий русских вот русских то ли фамилия такая то все под русских они видите знатные какие-то люди военные видно заслуженные здравствуйте какую молитву лучше считать благодарность Господу ну благодар благодарю тебя Христе Божий наш вот вся молитва и дальше добавляйте за что я каждый день говорю благодарю тебя Господи что ты открылся мне что ты дал мне веру в тебя этот дар неба дал страх пред тобою страх перед Богом ожидание суда Божия благодарю за каждый день за зарю за все что ты даешь за все благодарю это вторая ступень первое это простительное подай Господи укрепи прости помилуй это первое вторая ступень хороший вопрос задал чтобы вам Бог жизнь сохранил вы где-то были военные и третье высшее это славословие аллилуйя слава тебе Божина слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь вот тут заходит мелко я с этим буду считать кто здесь у меня Симон это видимо Симеон он с Александром Русским тут все переписывается ему пишет ты нашел образ своего врага и утоляешь свою жажду мести твои враги в пивнушках сходи к ним и произнеси свою проповедь о светлом воскресении Христа а здесь умер свой пыл я Бога называю на ты тебе не нравится исчезни спаси Господи ну кто кому это говорит из них я не понял даже ну вот такое есть вот это кто-то под именем Александра Русского вот много ставит здесь видите как это у них какие-то идеи а тут у них они переписку ведут между собой ну ну я остановлюсь немного там вам видно не видно это не будете считать русский он все много где-то откуда-то перекопирует дальше много вот этих роликов я ни один не смотрю и не считаю это слишком слишком много да у меня времени тут они опять даже не это уже за ночь они столько друг другу и видно что недовольные друг другом вот пишет а то Симон опять же пишет цитата Александра Симон вы реально болящий ага а он пишет ему болящий но человек потому помолюсь за тебя чтобы дух святой спас тебя от бешенства аминь дальше спаси господи я до конца не знаю о чем но такая переписка недружественная недружественная а вот наш видеоканал вот вот сегодня я поставил вот это ловля и отправка собак по адресу вопросы события дня занятия по скайпу и ответы по библии ну интересно что у меня заранее уже выставили под замком не я выставляю это модераторы я сам не выставляю это только за каждый день вот это редкие какие один ролик у меня пять шесть часов закачивают такой интернет и там выставлены беседы занятия в потеряевке я их открыл сегодня а их здесь нету то есть они открываются там когда они были под замок поставлены поэтому там проверяйте по номерам если кому это нужно сегодня 37 номер был его я нашел уже далеко далеко там внизу вот ну и кроме того вот если здесь нажать я не знаю видно это или нет главное вот это и тогда покажется у нас вот это жития святых идут на каждый день жития святых это я в 80-е годы насчитывал когда ну вот краткий отчет за этот день вот кроме того я на все это переношу в мой мир и туда перенес как раз вот это занятие в потеряевке и получается что сегодня я поставил пять ну и два вот этих жития пять шесть семь 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 роликов за утро это каждое утро пять семь и вечером всегда выставляет два сихотворения вот считай девять будет а те которые нападают у них ничего нет я получаю благодарности новые люди приходят к богу поэтому надо примириться всем жить в мире я ни за кем не гоняюсь не трогаю прошу отстаньте от меня был такой легкий на на ноги бегал быстро осаил но он и гнался там коса завеса он ему говорил отстань от меня отстань а то я поражу тебя а он молодой прытки кинулся за ним но он его и убил брат и ава а потом между ними уже борьба будет братья будут мстить его убьют ловки на язык проще ну направьте на другое место все на благовестие а что за мной гоняетесь ну какой толк то ну собирались студии против меня там Самсонов Скоратовский Дудин ну еще изменилось то ничего не изменилось а решили через рождественские чтения там Дворкин выступает ну сделали женщину там подвели говорится под монастырь она не знает там и считает что я зарядил то дальше что ничего нету занялись 3 или 4 епархии занимаются моими книгами сенсорские отделы то что Россию погубило и что 14 лет занимается нигде ничего нету Почаева передали там занимается мне сообщают все где занимается то есть меня подвести как раз то под монастырь и ничего нигде нет почему я православный да я вижу по другому да я говорю но я ничего не изменяю высказываю свое мнение только и всего Богу нашему слава что что я это с что что я это Продолжение следует...